Добрый вечер, Одесса-мама! Одесса-папа приехал! Вы спросите, где мы так долго плавали? Гуляли! Но всегда приятно, вы знаете, приехать в этот замечательный, потрясающий город. Давайте ему поаплодируем! Уникальный город, вы знаете! Ведь только в Одессе на пляже можно уснуть просто так, а проснуться не обворованным, а обрезанным. Да, тут я знаю, что недавно появились у вас натовские корабли. Оно вам нато, да? Не, но тем не менее, появились и тут же появился новый вид бизнеса. Одесские бабушки подлывают на лодочках к этим кораблям и предлагают холодное пиво, горячие пирожки и форшвак. Так есть такая бабушка, одна бабушка Рита, делает такой вкусный форшвак, что ощущение, что она летальное оружие получит раньше, чем наше министерство обороны. Да, что дальше? Ну, в Киеве, понятно, вы слышали. Прошел парад геев, марш равенства. Серьезное событие, мы близко к Европе. Да, было 5 тысяч геев и 6 тысяч полицейских. Хотя, о каком равенстве идет речь, если тысяча осталась без пары. Ну, закрыли одноглазники ВКонтакте. Я, честно говоря, я вам открою. Я сначала расстроился, а потом понял, это же прекрасно. Теперь, наконец-то, дети стали узнавать своих родителей в лицо. Мы стали быстрее сидеть в туалете. Мужчины и женщины во время секса стали смотреть друг в друга в глаза. Какая красота. Потом этот вирус Петя. Тоже сначала расстроились, знаете, а потом подумали. Представляете, вирус Петя. Серьезная вещь. Реально. Реально заблокировала работу кабинета министров на целые сутки. Хотя, с другой стороны, это единственный Петя, который сделал для этой страны хоть что-то хорошее. Да, но не будем во всем винить президента. Помните, да, он обратился, значит, во время без виза, прочитал стихи, прощай, немытая Россия. Да, и что-то там в Кремле пошел кипиш. И можно их понять почему. Потому что, оказывается, их каналы показали это в этом виде. Внимание на экран. Прощай. *** Россия. *** Страна *** Страна *** И вы *** голубые, и ты им *** дорог. Ну что, приятно, что мы сегодня здесь. Приятно, что в Одессе маме, как говорится, чувствуешь себя не в гостях, а чувствуешь себя как дома. За это вам низкий поклон и вам ваши аплодисменты. Спасибо. Продолжение следует...